С нами Михаил Валентинович Азанов, военноэксперт. Прошлую передачу мы говорили о Лесе, которого у нас пока еще много, хотя не сильно такой, как мы на это бы надеялись. Вам слово. Добрый день. Ну вот, Евгений Янович, в предыдущем части так смачно рассказывал про Африку и про развитие возможное в стране и за рубежом. Даже захотелось тему сначала поменять, но продолжить обязательно нужно пролезть, закончить, поскольку тема важнейшая. И она лежит, в общем, в русле того вектора, который верховный главнокомандующий задал совсем недавно стране на следующий свой срок, на который он переизбрался. Это необходимо сделать индустриальный рывок. Вот в прошлый раз мы как раз и детализировали индустриальный рывок, который можно сделать на лесной делянке в Красноярском крае, поскольку это яркий пример для того, как можно сделать в стране. Вот этот рывок, понимаете, в принципе, само развитие лесной отрасли – это модель для других отраслей, в том числе добывающих, поскольку в лесной отрасли у нас не так много, вообще нет даже государственной компании, ни одной с государственной собственностью, которая бы занималась переработкой леса. Лесозаготовка и переработка леса. Все частные компании, хотя лес принадлежит государству. Так вот, если говорить о векторе развития, все эти проекты, о которых я говорил раньше, в том числе и лесные, они все делались еще со времен существовавшего у нас Министерства регионального развития, и они даже после ликвидации Министерства никуда не пропали. Они продолжали свое развитие в рамках российского инвестиционного агентства, потому что изначально само Министерство регионального развития, где это рабочая группа по повышению инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации, работала над такими проектами пространственного развития страны фактически. То есть, если вот брать примеры проектов, комплексных инвестиционных проектов, о которых я говорил ранее, в предыдущих передачах, по развитию субъектов Федерации, эти проекты все фактически укладываются в схему пространственного развития страны. Причем мы изначально пробовали изготавливать такие проекты для территорий, существенно сложных с точки зрения развития или существенно сложных с точки зрения текущей ситуации. И они никуда не пропали. Вот они в рамках российского инвестиционного агентства продолжают двигаться. Вот тот самый биотехнологический кластер, о котором я говорил, это уже в рамках российского инвестиционного агентства был сделан, несмотря на то, что был очень большой задел по лесным проектам, сделан ранее. То есть, у него есть будущее. Биотехнологический кластер, он фактически сейчас в том виде, в котором я писал, для Красноярского края это не просто модель, потому что по-другому нельзя. Вот развить там отрасль лесопереработки по-другому нельзя. Так же, как этот кластер, если его перетранслировать на другие территории, о которых я говорю, это северо-западная европейская часть Российской Федерации в районе республики Коми и соседних регионов, это восточная часть, Дальний Восток в Хабаровском крае, просто скопировать нельзя, но можно совершенно четко модель для Красноярского края транслировать на те территории с возможным изменением составляющих проекта. Однако сама ступенчатость этой модели, то есть лесозаготовка, механическая обработка, химическая обработка древесины и производство уже продуктов с высокой добавленной стоимостью здесь же из продуктов химической переработки древесины, то есть многоэтажная переработка до самой высокой степени добавления стоимости, она должна делаться в рамках кластерного подхода. Еще раз напоминаю, что кластер отличается от территориально-производственного комплекса Советского Союза только одним условием. В случае Советского Союза ТПК имел гарантированного покупателя. В случае кластера, который у нас именно из Советского Союза уволокли товарищи Портеры и их последователи, это рынок. Ну а что такое невидимая рука на рынке, мы все прекрасно знаем, ее никто не видел, никто не знает. Она кослява, такое ощущение. И кослявость ее никто не видел, только ощущается чего-то там. Вот, значит, завершая описание, после этого экскурса, завершая описание кластера биотехнологического, что хочется сказать, кластер, напоминаю, с прошлой передачи, кто не слышал, состоит из двух якорных предприятий, располагающихся в Красноярском крае расстояния, не европейские, а сибирские, дистанция между ними 600 километров. Это небольшая, считается. Это совсем по прямой, близко, вот, можно за день доехать, это очень важно. Вот, только если ехать на машине, то это совсем получается больше, чем в два раза больше, поскольку прямой дороги, по прямой дороге иногда не проедешь. Мало авиации, наверное. Надо речку пересекать пару раз, и Енисей, и Ангару, значит, соответственно. Речка, мне очень нравится слово речка. Мосты там есть? Применительно к этим. Речка, ну вот через Енисей, в том месте, где надо пересечь, из Лисосибирска, там мостика пока их нет еще, планируется, и проект этого мостика вот для кластера делался. А как тогда их пересекать, по дну, что ли? Нет, ну, существуют у нас и паромные, и зимой это зимники переправы, то есть различные варианты перехода через такое препятствие, как река, для, в том числе и для масштабных поставок древизина, существует отработанная, но никакой сложности не представляет. Речка там же используется для сплава, я имею в виду Ангару, сплав продолжается, он в плотах, в сопровождении соответствующего флота идет, сплав, там пороги есть на впадении Ангары в Енисей, то есть это совершенно интересные места. Я помню, когда я прибыл, на катере КС-10 меня, директор завода Лисосибирского ДК, прокатил в устье Ангары, и когда мы вошли в устье Ангары, я себя поймал, ну, если я встал на палубе, задрал руки кверху и заорал, за это стоило воевать, потому что такой красоты, это вот неописуемо было. Что я хочу сказать про классы? Итак, два якорных предприятия, это центр Лисосибирский лесопромышленный узел, там возможно строительство завода по химической переработке древесины с производством растворимой целлюлозы и соответствующих продуктов в последующей переработке, я имею в виду, мы планировали там поставить завод по производству простых эфиров целлюлозы, там же возможно производство бумажной целлюлозы. Лесная база позволяет, вот сейчас все же группы ходят с проектом строительства там целлюлозного завода мощностью 500 тысяч тонн, с целью производства из этой же бумажной целлюлозы, хвойной, беленой, мешочной бумаги, которая очень востребована на рынках, сейчас упаковочная мешочная бумага. Вот, Сегежи вообще на этом специализируются, находится в Карелии основная база, но однако же это важнейший продукт на рынке сейчас востребованный. Вот, оба производства помещаются на территории, где уж там будет размещать Сегежи, пока они сами не знают, они заказали работу по изготовлению. Тот проект, о котором я говорю, составлен, для него известно несколько мест, в принципе, все проекты, которые указаны для Лесосибирского промышленного узла, они имеют не только концепцию, но и технико-экономическое обоснование, соответствующие расчеты, соответствующее оформление, то есть, как положено, все сделано с правилами проектного финансирования. Что касается Богучанского лесопромышленного узла, в котором второй якорный проект, этот проект делать необходимо на базе уже существующего предприятия «Краслесинвест». Это дочка стопроцентного внешнеэкономбанка. Только вот начиная с начала еще, значит, с 2007-2008 года, я много раз говорил и сотрудникам внешнеэкономбанка, что вы не выбрали неправильную постановку задачи для этого предприятия. Дело в том, что лесная база там не позволяет создать большой целлюлозный завод, который будет производить обычную или бумажную, или там даже растворимую целлюлозу, поскольку расход древесины высокий, а там преобладает лиственничная порода, из нее целлюлоза не делается. Ну вот вы 10 лет это уже говорите, пока не внемлют, что ли? Нет, читают, но не внеблют. Более того, они стали осуществлять этот проект, строительство сделали его приоритетным. В результате что у нас получилось? У нас получилось там на месте завода «Краслесинвест» лесопилка стоимостью знаете сколько? 22 миллиарда рублей. Это великолепная лесопилка. Это по рублям старым, 30 рублей за доллар. То есть это абсолютный мировой рекорд за лесопилочку, подчеркиваю, и она меньше в два раза, чем лесосибирские леса. А кого-нибудь посадят за это? Ну, не за это уже один из сотрудников Нешэкономбанка отбывает заказания, который этим руководил в том числе. Но не за это. У него много грехов, как оказалось. Что касается самого концепта, что там надо делать. Близость электроэнергии, раз, и соответствующая структура лесной корзины там говорит о том, что там надо делать химико-термомеханическую массу. Это тоже целлюлоза. Я помню высказывание одного из директоров Краслесинвеста в то время, которого все звали Толик, положи на столик. Значит, вот он мне говорил, что там они себе хотят в лесосибирске построить целлюлозный завод, а нам предлагают какое-то ХТММ. Это просто говорит о том, что человек просто не понимает, что это. Но он целый директор. Химико-термомеханическая масса, это тоже целлюлоза, только производится простым, знаете, растиранием древесины и вывариванием необходимых лишних ингредиентов из нее, небольшим. Что касается этой массы, она используется как промежуточный наполнитель для производства мелованого картона в том числе. Если вы решеточку сделаете из обычной длинной целлюлозы и промежуточки заполните этой решеткой вот этой ХТММ, а потом отмелуете мелом, получите великолепный мелованный картон, который у нас в стране не производится вообще. Мы импортируем больше миллиона с лишним тонн этой, если не больше сейчас, этой продукции из-за рубежа, поставляя туда целлюлозу. К сожалению, ХТММ не производится, в зарубежном тоже не производится. В редких случаях, поскольку это товар одного покупателя, вот того самого покупателя, который делает мелованный картон, например. И этот же ХТММ очень сильно в себестоимости имеет электричество. Так вот, Богучанская ГЭС рядом. А, которая не расходуется, да? Да, коммерческая. Вот именно это электричество, оно как раз и даст самую низкую себестоимость ХТММ. Вот этот концепт с 2008-2009 года. Кому только во внешней экономике не ГЭС, никто не слушал. Давай нам целлюлозный завод, нижняя приангария проект. В результате, еще раз говорю, получилась лесопилка. И до сих пор уже новое руководство банка, новое руководство лесной отрасли в этом банке. Все равно те же самые ошибки. Вот мы хотим целлюлозный завод и все. Не знаю, откуда такое упорство, но... Упорные люди. Может быть, это будет преодолено. Однако, еще раз подчеркиваю, абсолютный мировой рекорд 22 миллиарда рублей за лесопилку мощностью в 300 тысяч кубов древесины готовой продукции. В определенные времена за это бы, наверное, расстреляли. Вот. Наши лесопилки самые лесопилистые в мире. Я могу сказать, что по тому курсу такая лесопилка стоит 6 миллиардов рублей под ключ с 20-процентным вознаграждением японской компании за то, что она под ключ построила и организовала все и финансирование и так далее. То есть, как-то сильно меньше. Совсем. Ну, в три раза с лишним получается. Вот. Но это, ладно. То есть, кластер имеет под собой базу в виде двух якорных предприятий. Одно из них производит уже сразу высокомаржинальный продукт, мелованный картон. При этом часть целлюлозы длинной можно получить от другого якорного предприятия, поскольку железная дорога позволяет осуществить совершенно четкую, рентабельную подачу этой целлюлозы в рамках одного кластера. То есть, небольшое количество целлюлозы, порядка 80 тысяч тонн, позволит в богучанах производить 400 тысяч тонн мелованого картона. Напоминаю, мы импортируем больше миллиона. Вот. Этот мелованный картон вы все видите, где используется. От упаковок духов, высококачественная упаковка на нем, до всякого рода других продукций. Там полимер. Это естественный полимер. И рядом же просится, конечно же, завод уже тарной упаковки, в которой эти природные полимеры используются. Я уже перечислял перечень предприятий кластера, которые будут необходимо строить рядом. Выбор места там для следующего уровня переработки там масштабный. Единственное, что мы предпочли город Зеленогорск, это город, в котором уже в советское время построили предприятие, которое производило вискозное волокно из растворимой целлюлозы. К сожалению, это предприятие было уничтожено, от него осталось только Красноярская ГРЭС-2. Это огромный ГРЭС, который подлежит модернизации. От предприятия сохранились очистные сооружения, которые работают все до сих пор. Само предприятие снести очень трудно. Старое. Так построили. Так же трудно снести, так же, как Амурский целлюлозный комбинат, который на Дальнем Востоке в Хавровском крае. Это целая задача снести такие предприятия, поскольку строилось на века. Огромное, мощное строительство. Так вот, именно Зеленогорск был выбором, потому что там и квалифицированные кадры, и соответствующая инфраструктура уже существует и так далее. Вот такая важность в этом кластере, в этом месте, я имею в виду, размещение производства. Завершая кластерную тему для Красноярского края, еще раз подчеркиваю, российское инвестиционное агентство совершенно четко понимает, как это все финансируется. Как это начинается, с какого времени это все делается. И этот кластерный подход к развитию лесной отрасли, он что требует? Фактически он от государства требует признания. То есть, да, вот именно так нужно делать. Это признание уже частично произошло, когда осенью обсуждался такой подход на совещании у нынешнего заместителя министра промышленности Евтухова. Вот этот подход признан правильным, но его теперь нужно осуществить в масштабах всей страны. Для этого, как я уже говорил, требуется что? Требуются руководители каждого такого кластера, как генеральные конструктора, который бы с полной ответственностью личной осуществил такие крупные инвестиционные проекты, как тот, о котором я говорил. А есть у нас такие кадры? Да есть, есть. Я в этот вопрос задавался, мне, конечно, есть. И их несложно привлечь, потому что на самом деле проблема, которая мешает созданию и развитию таких кластеров, она заключается, в общем-то, в принципе, в субъективности, в субъективной проблеме чиновников. Тут вот недавно я упоминал, что в Красноярском же крае возникла проблема, точнее так, она уже перешла в плоскость правоохранительную, проблема бесов, да, там есть такая группа чиновников в Бугучанском районе, там дикий шум, пишутся послания президенту, кого-то задержали, главу района там, и так далее. И в одной из публикаций был упомянут проект, старый проект Ангара Пейпов, который завершился ничем, несмотря на огромную поддержку даже со стороны президента. И премьер-министр он еще был, когда первый раз поддержал, я имею в виду. Так вот, этот проект не получил дальнейшего развития по одной причине. Так называемая «гнездиловс проблем». Этот термин озвучили шведские партнеры проекта, а Гнездилов – это бывший заместитель губернатора Красноярского края во времена губернаторства Кузнецова. Вот, именно Гнездиловс проблем этому, то есть... Ну, персональный фактор. Персональный фактор заключается лишь в одном, что хотелось участвовать в капитале, не оплачивая капитал. Ну, нормально. А что, нельзя было снять человека? Ой, вы знаете, я не заточен на такие вещи. Видимо, посчитали, что нельзя снять, хотя это озвучилось доходя до российской газеты. Я в российской газете давал интервью на эту же тему. Какие мы все-таки демократичные. Целый подвал российской газеты был на эту тему. Так вот, это Гнездиловс проблем, тут я увидел со всей же публикацией, а опять возникло воспоминание про этот Гнездиловс проблем, уже стало нарицательно. Ну, возвращаясь еще раз к нашему лесной отрасли, как продвигать это в регионы дальнейшие, в другие регионы страны. Я еще раз говорю, готовится стратегия или программа, как это будет, документ называться, пока не знаю. Разве работают Гнездилов сейчас? Неизвестно мне. Может, он встретится опять? Нет. Или другие такие же? Поскольку неизвестно, значит, пока он нигде и не работает, наверное. Хотя Гнездилов у нас очень много. В стране сколько раз не обсуждалась эта тема, Гнездиловс проблем, их очень много. В каждом субъекте федерации они есть или были. Значит, президент сказал у нас одну замечательную фразу, настоящая с избирателями. Все, что мешает продвижению вперед, должно быть зачищено. Вот для того, чтобы это все двигалось вперед, нужно зачищать, в том числе и Гнездиловс проблем удалять из нашей жизни. А зачистки производить как в Восточном Алеппо? Ну, зачистки в Восточном Алеппо, понимаете, публика другая. В Восточном Алеппо. Публика вооруженная. Здесь она вооруженная совершенно другим. Она вооружена чиновничьим бюрократизмом. Так от него же вреда больше. Вреда больше, но зато и сложнее защищается. Я уже говорил, как сменщики этого подхода, они существуют и на федеральном уровне, мы уже обсуждали Рослесхоз, который выпускает документы, в котором надо массу справок принести, да, при этом справки невыполнимые и смешные с точки зрения инвестиционного законодательства, вообще просто инвестиционного мышления. А у нас это было, докажите, что вы не верблюд. Кабачок 13 стульев, Панги Малайский. Панги Малайский, да, ничего страшного, все же повторяется, цикличность у нас присутствует в экономике, даже в теории, поэтому, хотя однажды один человек, закончивший, один экономист, очень известный закончивший Мехмат, которого тоже зовут Миша, он сказал, послушайте, любую кривую можно аппроксимировать с той или иной степенью точности, это я вам подтверждаю, поскольку сам имею первое математическое образование, периодическим рядом фурье, поэтому цикличность всех экономик, которые описываются экономистами простейшими, кривыми или прямыми в основном. В общем-то, в этом и зиждется цикличность, проявляется в том, что вы в том или иной степени периодичность сами приносите в эту экономику. Похоже на правду и все. Но это другая тема, значит, я что хотел сказать в завершении темы биотехнологического кластера, прежде чем перейти к лесной стратегии. Значит, вот передвижка в другие регионы, перенос в другие регионы такого же кластера, как в Красноярском крае, конечно, повлечет за собой изменение составных частей таких кластеров. Это связано с тем, что меняется лесная корзина. Лес произрастает другой в других регионах, другой, я даже подчеркну, даже елка, произрастающая в Красноярском крае, в Богучанском районе и в Енисейском районе Красноярского края, вот 600 километров разницы, она разная. И расход этой елки на тонну целлюлозу будет тоже разный. Где-то будет 6,5 кубов на тонну, а где-то будет 6,7, а где-то будет 6. И это все в пределах одной территории. А понимаете, тонн-то, если у вас миллион тонн завод мощности, то это существенная разность на мультипликаторе. Так вот, еще меньше расход будет в республике, там более плотная древесина, там более дешевле получается целлюлоза, исходя из расчета себестоимости. Это все делается пробными варками, то есть прежде чем писать такое обоснование, необходимо взять образцы леса и сварить образцы древесины по специальной методике и сварить из этого целлюлоза. А кто этим занимается обычно? Ну вот мы для проекта Агарапей подделали. В России можно было сделать еще несколько лет назад, сейчас уже нельзя. Только в учебных заведениях где-то сохранились маленькие лаборатории. Это же сдохло. Просто некому. Я же уже говорил о том, что проектная наука в Российской Федерации, в лесу вообще отсутствует. Последний институт, который мог что-то сказать про технологии в НИИБ в Питере, совсем недавно, в общем-то, почил в БОЗе, не знаю куда коллектив. А нет заказов, невыгодно, никто не обращает внимания, потому что министерство у нас промышленности, я говорил, у них департамент лесной и промышленности, там несколько человек работает. Вот как можно? Зачем на самом деле это все держать? Нет, даже университет леса был же у нас, его нет, это теперь факультет какого-то другого вуза присоединили. Лаборатории, где можно сварить, лаборатории, вот для проекта Ангарапайпа варили сначала 25 килограмм, по 5 килограмм каждой породы. Варили целлюлозу, чтобы выяснить, опять же, в условиях лаборатории на шведской. А потом варили уже 40 тонн, чтобы выяснить по каждой породе, сколько расход. Печально сие. Да. Сделаем сейчас небольшую паузу, да, послушаем. Даже не хочется, но придется, Наташа Христова с нам пришла. Мы вернулись в эфир. Вернулись мы в эфир с большой печалью, потому что, когда речь идет об уничтожении, вымирании просто стратегических для технологий, для будущего стран и структур, ну, веселья мало. Ну, что делать? Такая жизнь. Вы знаете, примеры, казалось бы, можно найти положительные примеры в других странах. Ну, например, в Белоруссии. Совсем недавно, в 2015 году, китайская фирма должна была запустить завод по производству целлюлозы и построила его. Большие кумачи висели в городе Светлогорске. Этот завод был построен, но он 15 июля так и не заработал 2015 года. Перенесли пуск на год, на октябрь 2016. Потом перенесли на октябрь 2017. А как его строили? А потом в декабре 2017 года его под ключ строили. А говорят, у Лукашенко порядок. Потом его построили, потом его запустили показным образом в декабре, выпустили тысячу тонн целлюлозы и до сих пор он не работает. Ничего себе. Вот. Эта же фирма у нас и подписывала Сеги же и групп соглашения о строительстве завода. А почему так случилось, в чем проблема-то? И в Красноярске она тоже. Объяснение очень простое. Вот то самое, о котором я говорил. Проектная наука у нас уничтожена. Она уничтожена даже так, что у нас фактически осталась одна единственная организация, которая способна проектировать такие предприятия и выступать. Ведь проектный процесс, это там много разных ролей. Там есть заказчик, есть подрядчики, есть изготовители технического задания, есть проектировщики. У нас один остался такой, он в Питере, моя любимая компания Харрис Групп Интернешнл, которая создана была нашими любимыми, как мы говорим, евреями питерскими, которых очень много в этой отрасли. У нас такое бывает. Вот. Хотя директор там и русский товарищ. И главный. И инженер проекта тоже русский товарищ, который пускал недавно. Везде пролезут, да, эти русские? Устелим. Ну, вы же у меня, вот. Вот, вот. Так вот, я о чем говорю. Это единственная организация сейчас осталась, которая способна на подвиг по созданию завода. Вот последний запущенный у нас фактически новый завод в Братске для Элим Групп. Это и было выполнено компанией Харрис Групп. А в Белоруссии нету тоже. И главное, обратиться не к кому. И поэтому они воспользовались услугами китайцев под ключ. Где все, и кредит дали, и 850 миллионов. Но не работает. Но есть один маленький нюанс. Контракт заключили EPCM. Engineering Procurement and Construction Management. Management, маленькая буквочка, это ключевое. Когда EPC контракт, то подрядчик, это генеральный подрядчик под ключ гарантирует финансово, что все будет в срок. Под ключ сделано, с нужным качеством. Продукция будет нужного качества. Это все проходит испытание потом после пуска. Вот. И только после этого завод принимается. А вот тут был и EPCM. И этот Construction Management означал, что за стройку-то я не отвечаю. Я управляю стройкой. И когда в 2015 году было заплачено предприятие, и оно не работает. По причине ошибок в проектировании, по причине ошибок в материалах закупок, в какой-то кабель, доподлинно неизвестно, чего там на самом деле в ошибке, поскольку это, естественно, коммерческая тайна. Сколько денег стоил? 850 миллионов долларов. А, ну не больше денег. И вот переделку, потом обнаружили, что 50 миллионов, а потом и 100 миллионов долларов переделкой. Кабель надо весь менять. То есть уже так миллиарды и больше. Фишка-то в другом заключается. Вот в том, что именно EPCM. Ведь платить по кредиту пришлось сразу с момента, когда должен был быть формальный пуст. То есть с 15 июля 2015 года. Хитрые китайцы какие-то. Потому что, ну да, так, сами подписали контракт. Не подписывай. Читай текст. Там написано все с этой даты. И кредит гарантирован государством, поэтому ничего не сделаешь. И вот эти, я помню, эти же китайцы, они обращались ко мне с просьбой, помогите там решить вопрос. А узнав один маленький нюанс, не буду говорить какой, были посланы подальше. Буквальным образом. Потому что это, ну, фактически беда. Целое государство. Столько денег убухали. И теперь вынуждены отдавать. Для Главы все это большие деньги. Завод еще там всякие, я не говорю про экологические проблемы, там почитать сводки оттуда, это, ну, смешно даже читать, потому что вы зачем это сделали? Спрашивается. Хотя, подчеркиваю, современное проектирование позволяет построить целлюлозный завод экологически чистым. Изначально, поскольку экологически грязный завод, государственную экспертизу не пройдет. Можно что угодно там проводить эти слушания, подтасовки делать, там многие так пытаются, все равно потом вылезете, отвечать будете. Отвечать законодательству, позволять наказать в самый неожиданный момент за такие подтасовки. И поэтому построить завод, я помню, один руководитель проекта «Стендаль», последний завод, который в Европе был построен, на Эльбе, он просто сказал, что вы спорите на берегу Енисея, спорили про экологию, что завод будет загрязнять, вот если сбрасывать воду. Во-первых, сброс в воду от завода по параметрам, посмотрите, он чище, чем анализ воды в речке Енисей, просто чище, потому что в том месте скапливается вода уже из Красноярска, и со всей Ангары, и так далее. А во-вторых, понимаете, я такой завод построил на Эльбе, там живут 30 миллионов немцев, у вас здесь живет 100 тысяч человек, ниже по течению. И если бы завод был грязный там на Эльбе, с теми же сбросами, эти 30 миллионов меня бы на куски порвали. А здесь вот 100 тысяч, да еще речка раз в 10 больше. То есть вы понимаете, что вы ни о чем говорите. Это лишь свидетельствует, что при грамотном проектировании все проблемы экологически избегаются. Никаких сложностей в этом не существует. Современные технологии позволяют их избежать. Они так и называются на английском языке best available technologies, наилучшие современные технологии. То есть никто из инвесторов или более того проектировщиков никогда не пойдет на строительство такие огромные деньги тратить, чтобы построить завод, который будет приносить проблемы, а не доходы. Но это большое отступление от большой проблемы. Но чрезвычайно показательное. Я просто почему говорю об этом, потому что эта же фирма сейчас разгуливает по территории Российской Федерации, пытается заключить соглашение, да-да-да, заключить соглашение о строительстве еще одного завода, еще одного завода, они в Финляндии что-то там делают. Как их зовут? C-A-M-C-E. Так, если дословно. Камке. C-A-M-C-E. То есть, если вы хотите проблем, то это к ним. Если вы хотите завод, то это не к ним. Тут даже дело не в том, что кто хочет, кто не хочет. Обратите внимание на ситуацию в Беларуси, в городе Светлогорске. Вот и все. Потому что, когда мы делали, мы постоянно делаем обзор этой темы сейчас, начиная с 2015 года, и видим, что, ну, просто беда. Беда в соседней республике. Не надо нам этой беды здесь. Вот. Для таких вещей существуют совершенно четкие мировые EPC-контракторы, которые делают под ключ. С таким же финансированием, со всеми ответственностями, это японские компании, в первую очередь, которые имеют большой опыт в строительстве таких заводов. Вот. Кстати, с таким подрядчиками имела дело бывшая компания «Ангара Пейпа» для строительства в Красноярском крае. Но вот не получилось. Председатель совета директоров этой компании просто сказал недавно на встрече в Российском инвестиционном агентстве, а мы даже не поняли, почему. Ведь все же подписали. А почему не получилось? Гнездилов с проблем. Вот. И он тоже знает эту терминологию. Вот. Теперь, что касается... Мы все время говорим про промышленность лесную, а забываем про тот самый Рослесос. А они чем должны заниматься, по идее, чтобы... Какая роль их в стратегии развития лесной отрасли должна быть? Вы знаете, кроме пожаров. Сейчас они прикрываются. У нас основная проблема пожара. Мы с ними боремся, спецназ посылаем. Мой спецназ, как говорит руководитель, работает там, здесь. Я добавлю. Вот все, беда... И так все лето. Начиная с 30 апреля до конца сезона все это борется с пожарами. Запугывается, никто не отвечает. Послушайте, основная задача этого ведомства это предупреждение. Это профилактика. Но отдельно, сейчас чуть попозже. Сначала главная задача этого ведомства это лес. Лес, наше богатство, да, все привыкли говорить. И это богатство можно дать инвесторам. Для того, чтобы они организовали переработку, приносили прибыль, платили налоги и так далее. Но для того, чтобы дать инвесторам, так же, как я объяснял, как шахту, вы должны описать, что даете-то, какой лес здесь произрастает. Даже говорил, что даже в разных регионах одна и та же порода совершенно разную экономику дает производство. Поэтому точные данные о том, какой лес должен кто предоставить? Тот, кто занимается этим. Рослесхоз. Неважно, кому там переды полномочия, кому нет. Федеральная собственность, Рослесхоз этим занимается. Так вот, нигде Рослесхоз этих данных предоставить не сможет. Они просто этим не занимаются. Государственная инвентаризация лесов, я уже говорил, что сведения о лесе у нас 90-х годов. В лучшем случае начало 2000-х. Где-то уже успели сделать эту инвентаризацию, где-то, то есть, количественные, качественные характеристики произрастающего леса, доступность его, лесоустройство, сам проект лесоустройства для того, чтобы потом эту доступность реализовать, тоже нужно осуществить. Это деньги. Но на это деньги не выделяются. Они даже не попадают в проектировки в бюджет, а не нужно. Вот у нас там потом будет борьба с пожарами, вот туда надо там всё. Но борьба с пожарами это как делается? Ещё на самом... Помните, есть такое понятие просека, противопожарный разрыв, минерализованная полоса и так далее. Это из прошлой жизни было. Это из прошлой жизни. И вся тайга у нас была там, где, куда мог достичь человек, где хоть когда-то появались люди, там было в просиках, в разрывах, в минерализованных полосах. На это у нас лесники осуществляли работы, у нас специальные предприятия осуществляли эти работы, сейчас этого нет. А в результате все просеки заросли, все минерализованные полосы делаются или не делаются, и лес горит потому, что он представляет из себя сплошной древостой, у которого не вычищается подросток, у которого он не приспособлен для борьбы с пожаром. Михаил Валентинович, сделаем сейчас небольшую паузу, послушаем погоду. От двух до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Мы вновь в эфире. В эфир с нами Михаил Валентинович Азанов, мы говорим о лесном хозяйстве и разговоры наши печальные. Ну, я довершу функции Рослесхозов, стратегии, которые нужно сделать для лесного хозяйства или в программе, как уже угодно она будет называться, неважно. Вот мы говорили о том, что это инвентаризация лесов, это, значит, противопожарное обустройство, а есть еще и воспроизводство лесов, это еще и плантационное хозяйство и так далее. Недавно совершенно на одном из саммитов Евразеса президент Казахстана Назарбаев сказал, давайте, надо построить канал из Каспийского моря, черное, Евразия канал, старый проект советский, покума маночской впадине и так далее. У этого канала есть проблема. Проблема, она заключается в том, что их там много, я просто одну на одной заострю внимание, это не означает, что ее надо этот канал строить, это просто говорит о том, что это проблема. Так вот, если вы построите канал, начинается засоление почв, уровень воды поднимается, там жарко, это пустынные районы, уровень воды поднимается, она испаряется, а соль-то остается у нас, это бывшее дно моря, там ее много, этой соли, плюс эта соль появляется от минеральных удобрений, которые на поля сбрасываются и потом попадают в воды. Так вот, существует такой термин лесомелиорация. Эта мелиорация означает следующее, вы высаживаете лес вдоль берегов реки, который предотвращает засоление почв. существует специальные породы для этого. Более того, я в Швеции помню совершенно уникальный случай, когда товарищ, который наш бывший, который сошел с корабля когда-то в Советском Союзе, теперь он шведский гражданин, и мы с ним поехали смотреть, он говорит, я тебе покажу уникальное шведское изобретение, мы такую породу изобрели, это саликс называется, это порода, что за саликс, ну я же не имею, не имел тогда лесного образования, вот, что за порода, что, этот саликс, он растет за три года, потом мы его комбайнами снимаем, делаем из него щепу, и идет это все на электростанцию, которая мощностью 90 мегаватт, и все это растет вдоль речки, думаю, да что ж такое, вот, и когда мы подъехали к этой плантации, я увидел комбайн, подошел к этой плантации, увидел, так это же, говорю, ива, действительно, ива на латыни саликс, породы они берут, ну, конкретно для этого питать, там на Украине, сам парень этот был из Донбасса, родом из Борошилограда, надеюсь, он сейчас живет и здравствует, то есть, он просто буквально показал, как делается лесомелиорация на живую, более того, еще с дополнительным продуктом, электроэнергетика, питается полностью на этом растительном топливе, 90-мегаваттная электростанция, подчеркиваю, вдоль речки, да, увлажненная почва, все это, ива специальным образом подобрана, она все это выносит, и прекрасно существует это предприятие, я был на самом заводе, видел всю технологию, на самой электростанции, так вот, вдоль этого канала, и надо делать мелиорацию, если это будет канал, вообще сейчас, там же это река, речки в этой впадине есть, есть озера, есть водохранилищ, они там в страшном состоянии сейчас, вы лесомелорацией это займитесь, в конце концов, это же прямая функциональная обязанность Рослесхоза, лесомелорация, отсенсируйте это, и у вас в конце концов появятся лесные плантации, там можно будет построить и электростанцию, можно в конце концов даже будет и целлюлозный завод, есть быстрорастущие тополя, из которых можно потом, через 20 лет высадив их сегодня, через 20 лет производить целлюлозу, уже по точным методам, в пустыне, бывшей пустыне, то есть, настолько все просто, это делается во всем мире, но это не делается Рослесхозом, Рослесхоз занят тем, что сначала составляется бюджет для будущего года, в котором все на борьбу с пожарами, слушайте, а может им так проще, мало ли что там во всем мире, ну или лесную переработку, не пустим, потому что у вас гранаты не той системы, это когда мне специалисты Рослесхоза объясняют, у вас тут экономика предприятия не такая, поскольку расход неправильной древесины на тонну целлюлозы, послушайте, а вы-то откуда знаете, это вы что ли варили ее в Швеции для того, чтобы узнать этот расход, вы не знаете, а зачем тогда говорите, ну чиновничий ответ на бумаге, потом попробуй до него доберись, попробуй подискутировать, это уже ответ безаперационный, ну было, когда добирались до революции, их просто пристреливали, ну а что делать, а чем кончилось, что же так? Я еще раз подчеркиваю, это нужно все, вот эти роли расписать в новой стратегии, не давать возможности чиновнику заниматься тем, чем он не должен заниматься, а именно руководить процессом отбора, потому что любой процесс отбора в руках чиновника начинает, превращается в процесс зарабатывания чиновника. Мы же видим это на образовании, науке, на всем, что угодно, связанном с ростом нашей бюрократии, до удивительных величин, когда у нас уже, по-моему, больше людей управляет процессом, чем работает. Евгений Ильич, везде ясно, что делать, везде ясно, что делать, везде ясно, кому делать. Можно я промолчу? Необходим, почему же не делается? Волшебный пинок никто не дает. Приказ нужен, ну так устроена система, у нас. Нужен приказ. Где даже для решения проблем того же Бакучанского района, да, там жители записывают ролики и просят, да, президент Владимир Владимирович, придите и помогите. Я был свидетелем живым, пока, живым, но, тем не менее, был одного такого приказа. На 15 июня прошлого года, сидя там в 15 метрах от Владимира Владимировича, я лично наблюдал приказ о закрытии Балашихинской свалки. Ее закрыли, да, быстро так. Мой осторожный вопрос, а куда везти весь мусор, потому что, когда ты, пардон, цементируешь задний проход, это не значит, что организм, который продолжает питать, не переваривает пищу, он остался как бы без ответа, и мы видим мусорный коллапс сегодня. Ну, но и сдадут приказ, а дальше, кто будет этот приказ воплощать? Вы знаете, армейские приказы, они всегда имеют исполнителя в приказе, тот, который отвечает за исполнение. Но по уставу еще нужно обеспечить вы исполнительны средствами для того, чтобы... Никто не возражает, никто не возражает, и не требуется, для исполнения приказа, о котором мы говорим, не требуется средства, экономика позволяет сейчас сделать все проекты, я еще раз подчеркиваю, в российском инвестиционном агентстве это и делается, проект делается от задумки технического задания до организации схемы, как это финансировать, как делать пуск, куда продавать, все делается сразу. Но вы же заставляете людей поднять пардон зад. А кому это надо? Ну, просто что-то делать. Так вот, для того, чтобы зад подняли, и нужен приказ, потому что зад получает пинок моментально, как только поднимается, и все начинает работать. Вы посмотрите на армию, из армии совсем недавно, которая в 08.08.08 тяжело проходила конфликт Грузии, сейчас что делает? это же результат приказа она была. Именинник наш вчера. Исполни, да, у министра обороны были днижи, днюха была, как говорят современные дети. Но так получилось, что в этом плане есть следующая итерация. Приказ получают исполнители, и дальше исполнители инициативных, достаточно самостоятельных, которые еще столкнувшись с проблемами, умеют эти проблемы решать буквально на колене. Мы же с очень многим столкнулись в той же самой Сирии. И было много сюрпризов. С этими сюрпризами пришлось справляться. А где же их найти? Вот есть ли такое ведомство, которое такого рода менеджеров, топ-менеджеров по всей вертикали власти рассыпет? Ему бы цены не было, но оно где? По всей вертикали не получится. Просто не хватит пока готовых. Но найти можно. Продолжение следует...